Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 апреля. И вот сегодня я пришла в теплицу. Как раз здесь делаю осмотр, как прожили высаженные вчера томаты эту ночь. Ночью было минус один. И сейчас на улице идет снег еще. Но тут все у них прекрасно. Вы видите, вот там видите, снег налеплен на всей теплице. И скатывается в комочки. Но я решила сегодня снять видеоролик на другую тему. Не про похолодание, не про высаживание. Очень много, как только я начала высаживать, очень много вопросов про колышки. Когда выставляю? Где беру? Какого размера? И хотя я в прошлом году уже снимала о колышках видео, и даже показывала, как привязываю веревочки к колышкам. Да, сразу скажу про веревочки. Ищу про веревочки, про подвязки много вопросов. Очень часто спрашивают, почему именно красного цвета. Специально ли я подбираю? Нет, не специально. Это получилось случайно. У меня не только красные есть, и зелененькие. А красные преимущества красные, вот эти бархатные. Некоторые даже спрашивают, что специально ли они такие ворсистые, чтобы не скользили по палочкам. Нет, не специально. Это отходы мебельного производства. Просто муж много лет назад привез мешок вот этих обрезков. Это вот всякий там бархат, панбархат, велюр для обивки всяких там табуреток, банкеточек используют на производстве. А вот эти обрезки маленькие, ну, вы знаете обрезки швейного производства. Они их выбрасывали, он привез мне на эти подвязки. Я нарезала, и получилось, что они почти все красного, бордового, розового цвета. Это все не специально. И то, что они лохматые, не специально. Ну, они очень хорошо подошли. Это вот именно трикотаж бархатный. Он тянется, он действительно из-за того, что лохматый, он не скользит, он не рвется. И мне они очень нравятся. Ну, все это просто совпало, совпадение. Теперь про колья. Вот про колья. Тут тоже все очень просто. Колья покупаем в строительном магазине. У нас специально. Они продаются связками, то ли по 20, то ли по 25 штук, не помню. Называется палка помидорная. Прям специально. Магазин «Строймир», где продают ДВП, ДСП, рейки, бруски там. Брусок, например, 5 на 5. И тут же стоит упаковка. Одна упаковка написана «Штакетник», другая упаковка написана «Палка помидорная». Она чаще всего равнобедренная, вот это сечение квадратное. Я сейчас пройду, покажу вам их. Но все это мы делаем не сами. Вот она как стандартная, она метр 20, по-моему. Берешь вот эту пачку, развязываешь и втыкаешь. Когда втыкать, вот я уже в прошлом году говорила, еще раз повторю. Желательно, конечно, втыкать сразу после высадки. Вот когда, особенно когда два в одну лунку, видите, тут расстояние у меня не очень большое, но 10-15 сантиметров. И можно, мне нравится втыкать сразу после высадки, потому что земля полита, земля влажная, она входит как нож в масло. Особенно в открытом грунте, уже через несколько дней, когда грунт подсыхает, там сложнее. Но в теплице, вот когда такая ситуация, когда холодно, когда... Ну, короче, бывает, что не до этого. Я вот вчера высадила уже поздно вечером, и мне было не до палок, не до колышков. Мне важнее было там в тоннелях утеплить, сходить все. Иногда оставляю и так, на день, даже на два и на три. Если томаты невысокие, вот такие, как Демидов, они могут подождать и неделю, видите, они совсем коротышки. Ну, конечно, когда, если я буду высаживать вот Вову Путина, видите, какие огромные, они уже качаются, космонавт, волков. Желательно воткнуть сразу и привязать сразу, но это для здоровья томатов, чтобы он не валился, чтобы он не сломался. А вообще это дело, ну как, каждое дело и так, как хочет. Желательно, конечно, сразу, чтобы не повреждать корневую систему, чтобы сразу подвязать, чтобы томат не заваливался, чтобы он стоял. Ну, можно, конечно, и подождать. Я вот буду вставлять только тогда, когда закончу всю высадку, потому что мне не обязательно сейчас подвязывать. У меня они, видите, они все почти стоят, они даже вот эти, которые здоровые, высокие, они все толстые, ну как такие стволики у них толстые. И они все стоят на своих ногах. Им подвязка не нужна. Все, я сейчас быстро, прям, несколько секунд покажу, где у меня хранятся колышки и как я их, ну как, берегу от прогнивания, потому что многие пишут, ну про колю очень много всяких вопросов. Многие пишут, а как вы их красите краской, чтобы они сгнивали, и как, они же, как стоят в мокрой земле, они обязательно будут гнить. Вот про это сейчас еще несколько слов скажу, но мне надо перейти в другую старую теплицу, где они хранятся у меня зимой. И все, на этом закончим. Ничего здесь, никаких правил я тут не соблюдаю. Втыкаю, если есть возможность, сразу, если нет возможности, позже. Привязываю тоже. Иногда поставлю кол, но не привязываю еще день или два, если вижу, что томат сам стоит. Ну и стоит, значит, можно подождать. Вообще, чтобы корни потом, которые разрастутся, не повреждать, конечно, при высадке лучше. Посадил, воткнул, посадил, воткнул. Шел бы за мной такой помощник, я бы садила, он втыкал, мы бы так сделали, да. Вот здесь, в старой огуречной теплице, пристроенной прямо к гаражу, вот видите, стена гаража, хранятся у меня всю зиму колышки. И про колышки я хочу сказать, что, конечно, они деревянные, они подвержены гниению, но я делаю так. Смотрите, ой, сейчас. Вы видите, что какие-то из них черные, это значит, которым уже несколько лет старенькие, вот которые белые, видите, свежие, это в прошлом году докупали. Конечно, когда начинаешь тыкать в твердый грунт, иногда бывает и сломается, ну и всякое. И с годами немножко, конечно, сгнивает конец, но я вам сейчас покажу. Вот видите, вот кол, и он у меня, для того, чтобы дольше сохранился, остался на много лет, я чередую. Один год воткнула вот этим концом, видите, вот заглубление, видно, земля. Другой год, чтобы не, ну как сказать, чтобы два раза не подвергать одно и то же место древесину гниению, другой год я втыкаю другим концом. И получается, что у меня один раз этот заглублен, другой раз этот. И благодаря этому как-то, ну меньше гниет, потому что я заметила, если втыкать один и тот же, втыкать, 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 конец, он начинает сгнивать, он делается такой, как трухлявенький. Вот они, палки, они, видите какие, вот сечение у них четырехугольное, не знаю, наверное, два на два. Они вот так собраны в пачку. И вот одна девушка написала, что хотела, как вы, попробовать колышками пользоваться. Ну дорогое удовольствие, один 130 рублей. Я не поняла, если один кол, то это не может быть. Может быть пачка коля в 130 рублей, но их там 20 штук. Тогда получается 130 на 20, 5-6 рублей, наверное, да? 6 с чем-то, это не очень дорого. Ну у меня, конечно, вы видите, у меня какое столпотворение колышков. Но вы представляете, что подвязать 2000 корней томатов, это надо очень много колышков. Ну, естественно, покупалось все не за один год, видно, что какие-то старые совсем, какие-то новые, молоденькие вот эти вот. И количество томатов у меня не сразу же стало 2000, начиналось с 40, было сначала 40 штук, потом 60, потом 80, потом 200, потом 800. И вот в прошлом году был самый большой у меня рекорд, 220 сортов и 2000 томатов. Но в этом году я еще добавила 30 сортов, не выдержала, потому что все советуют, а вот этот хороший, а вот этот хороший. Но про сорта не будем, вот про Коли я написала, ой, рассказала, по-моему, все, покупаем в магазине. Все они фабричные, стандартные, высота 120, сечение 2х2, по-моему. Подвязываю простыми, а вот они, кстати, веревочками. Подвязываю простыми вот такими вот белюровыми веревочками отходы от мебельного производства, подходят идеально. Ничего специально не подобрано, ни цвет, ни фактура. Хочу вот вам еще одну минутку вашего мнения. Смотрите, у меня еще есть вот такая старая-старая теплица из рам, которая уже, она почти вся полуразрушенная. Уже тут подпорки, потому что она прогибается, все тут. Но эта теплица, я не могу ее никак разрушить, руки не поднимаются. Теплица не столько огурцов выросла за все эти предыдущие годы, ей уже, наверное, около 20 лет пристроена вот к гаражу. Столько настеньков и внучков здесь выросла из Азуль. Вот такие теплицы, это вот самое-самое допотопное, самое первое. Но в ней тоже были очень хорошие урожаи, вот в память о былых урожаях я ее никак не могу разрушить. Вот сейчас хранятся колышки, а летом опять что-нибудь сюда посажу. Конечно, уже никакой необходимости в ней нет, у меня довольно других теплиц. Но вот это вот у нас как архитектурный памятник огородничеству былых времен, с советских времен хранится. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok